Мы живем в замечательном городе Санкт-Петербурге. А какова же главная ценность нашего города? Конечно же, это его жители. Среди них есть самые разные люди. Спортсмены, артисты, офисные работники. У кого-то профессия связана с активными движениями и серьезными нагрузками, а кто-то ведет очень активную жизнь в свободное от работы время. Такой высокий темп современной жизни нередко приводит к травмам. Поэтому люди самых разных профессий и с самыми разными увлечениями одинаково зависят от профессионализма наших врачей. Российский институт травматологии и ортопедии имени Вредена. Одно из ведущих лечебных и научных учреждений Санкт-Петербурга. Крупный учебный центр. Здесь внедряются самые передовые технологии, новейшие достижения мировой медицинской науки. В институт обращаются самые разные люди. Мы занимаемся гандболом, и поэтому, в отличие от футбола и хоккея, мы в прямом смысле заработаем руками. Балет – это очень красивый вид искусства. Но на самом деле это очень тяжелый труд. За этой красотой скрываются большие травмы. У меня работа достаточно спокойная. Я работаю в офисе. Вероятно, поэтому в моей жизни не хватает какого-то движения, экстрима. Я увлекаюсь различными видами спорта. Это кайтбординг, бейкбординг, сноуборд, серфинг. Все эти виды спорта очень экстремальные. И в отличие от офиса, там травмы подстерегают на каждом шагу. Травмы – неизбежные спутники спорта. За время своей спортивной карьеры я сам перенес 11 операций, и поэтому мы знакомы с медициной очень близко. Человеку, никогда не получавшему серьезных травм, трудно понять, что это значит – вдруг остаться без движения, без возможности выполнять самые элементарные действия. А для профессионала, у которого его тело – это рабочий инструмент, выполняющий сложные, годами отточенные движения, травма – это катастрофа. Конечно, качественное лечение – это вопрос, наверное, жизни или смерти. Танцевать или не танцевать, работать, не работать, ходить, двигаться – это очень важный момент. Я за свое время спортивной карьеры 13 лет умудрился проиграть в Германии. С медициной знаком, и мне теперь особенно приятно, что у нас в России могут оказывать такую же качественную помощь, как и в всем мире. Многие годы в общественном сознании укреплялось мнение, что в сложных случаях, да и вообще, за качественным лечением нужно ехать за границу. Но времена меняются. Сегодня наши, российские врачи работают в тесном взаимодействии с европейскими специалистами, перенимают опыт, внедряют новейшие методы лечения. Ездить лечиться за границу – это, наверное, круто, но не у всех для этого есть возможности, деньги, да и просто время. Не нужно быть врачом, чтобы понимать, что наши европейские врачи могут совместно работать, сотрудничать и лечить нас. Очень многие артисты уезжают за рубеж, делают операции. И приезжают, вылечены. На сегодняшний день я могу быть абсолютно уверена, что наши врачи делают это потрясающе. Не нужно никуда уезжать за границу. Я сама оперировалась дважды, мои коллеги оперировались, все было на высшем уровне, и мы танцуем, продолжаем танцевать, работать и радовать наших зрителей. Мне не раз приходилось обращаться к нашим специалистам в Институте травматологии имени Вредена. И каждый раз неизменно они ставили меня на ноги снова и снова. Благодаря этому я могу заниматься своими любимыми видами спорта и радоваться жизни. В нашей работе, конечно, не хочется попадать к врачам, но если бы это случилось, мы очень зависим от них. Поэтому хочется пожелать больших успехов, потому что их успехи – это наши успехи. Субтитры создавал DimaTorzok